Портал валитуда.ру в гостях у менеджера команды Росфайтерс Алексея Жернакова. Алексей, добрый день. Добрый день, дорогие друзья и коллеги. 5 августа в Сочи состоится турнир платформа С-70, организованный при вашем непосредственном участии. Расскажите, пожалуйста, об этом ивенте. Совершенно верно. Турнир пойдет 5 августа, клуб платформа. Организован турнир сам по 70 организации. Я на этом турнире выполняю роль матчмейкера. Турнир, на мой взгляд, предстоит очень интересный. Это будет матчевая встреча между сборной России, которая будет называться сборной С-70, С-70, и сборной Бразилии. Также в программе еще 4 рейтинговые боя, тоже достаточно интересных. Так быстро пройдемся по боям. В сборной России сборная С-70, это будет Александр Сагнанский 70 кг, Сергей Иба 77 кг, Александр Шлеменко 84 кг, Игорь Ставельев 93 кг и Максим Гришин тяжелый вес. Должен был в 77 кг выступить Андрей Корешков, но, к сожалению, он получил травму руки, сейчас восстанавливается. Будем надеяться, что в сентябрю он уже восстановится и снова сможет выступать. Что касается соперников, несмотря на то, что их имена, может, для такого широкого круга зрителей неизвестны, ребята все достаточно крепкие. Четвертое из них являются бывшими членами команды Чудбокс, из турективы, легендарной команды. Все они с достаточно неплохим опытом выступлений. Сегодня, только сегодня, немиловый соперник Максим Гришин в тяжелом весе, изначально им должен был стать ветеран боев Малио Нето, который еще выступал в конце 90-х, начале 2000-х годов, в том числе и в России, выигрывал таких бойцов, как Гэри Гудридж и других. Но вот он получил травму, вместо него выйдет молодой боец по имени Хулио Цезарь, прозвищем Брутос Далима. У него 9 побед, 1 поражение. Достаточно фактурный, интересный парень. Бой будет интересный в любом случае. И если говорить о боях андеркарда, то там также представлены очень крепкие ребята с российской стороны. Это и Алексей Шаповалов из Хабаровска, и Самойлов Дима, и старый Оскол, и Мюков Виктор, Саша Волков, тяжелый вес. И иностранцы тоже неплохие. То есть это соперник Самойлова будет Джон Гедепа, и ветеран ГУС и многих других американских турниров. Это тоже с хорошим рекордом парень. Соперником Саши Волкова станет Болгарский проспект с рекордом 4-0 Нидиалко Кораджев. Очень крупный габаритный боец, весом 120 кг. И остальные соперники тоже интересные. И Чак Гриксбе, соперник Немкова. Тоже неплохой фактурный боец, ветеран многих боев. И соперник Алексея Шаповалова, Зайк Лайт, американец. У него, несмотря на то, что рекорд на сегодняшний день не отрицательный, 8 побед и 10 поражениях. Но при этом ветеран и UFC, и Strikeforce, и Bodeck Fight, и те прогреши, которые у него были, это прогреши в основном достаточно таким сильным и известным спортсменам. Поэтому все бои должны быть яркими и интересными. Ну и турнир будет показан по каналу «Россия-2». Приглашаю всех посмотреть. Должно быть классно. Ну а мы постараемся тоже осветить это событие на своем сайте. Напомню, на сайте valetuda.ru. После турнира «С-70» Александру Шлеменко предстоит лететь в США на турнир «Беллатор-50». Будет ли проведен в США тренировочный лагерь? И кто, кроме Шлеменко, поедет туда, если поедет? И в каких залах? Обязательно будет проведен тренировочный лагерь. Мы планируем сейчас выехать в США 2 сентября. Помимо Саши, Шлеменко с нами поедет Саша Сарнавский, Андрей Корешков, Шамиль Завуров и Бага Гай. То есть 5 спортсменов. Будет тренироваться будем в Калифорнии, в Хайнстон-Бич, как обычно. Скорее всего, за основу будет взят зал Рейн ММА. Объясню, почему. На сегодняшний день там наибольшее количество спортсменов собирается по тем дням, когда мы туда будем ходить. В том числе и из Кингса ММА, из зала Рафаэля Казейра, из других залов. То есть там проходят и дни спаррингов, и борьбы, и так далее. И просто там количество спарринг-партнеров в каждой своей категории. А получается, что у нас ребята все в разных весах. Там вот именно большинство ребят найдут с кем побороться и повозиться. То есть, кроме того, есть договоренность конкретно, например, по Баге Аргаеву с залом. Тита Артиза, чтобы он смог там побороться и с самим Тита, и с другими ребятами. Вот. Ну и с Рафаэлем Казейра, чтобы он мог с Вердумом там побороться, постарринговаться. Несмотря на то, что Вердумом это тяжеловец, Бага сейчас как полтяжеловец в своей категории выступает. Но все равно, я думаю, для него это будет полезно. Вот. Ну и по остальным ребятам то же самое. То есть уже есть договоренности с залами, с партнерами. То есть должно быть очень для них, для всех полезно. Вот. А когда обратно прийти, честно говоря, я пока не могу сказать. У Саши бой из 17 сентября, бой пройдет во Флориде. Вот. А дальше, ну дальше уже мы будем смотреть. То есть как там дальше оставаться или вернуться, и потом вернуться обратно. То есть, ну посмотрим. Ну то есть вы будете в этих залах как одна команда, если вы уезжаете, то уезжаете все. Если вы остаетесь на какое-то время, то остаются все. Или возможны варианты, что кто-то, например, останется в США. Ну и вообще мы сейчас планируем ехать как одна команда. То есть скорее всего как одна команда приедем, так как одна команда и уедем. А сам Рафаэль Кардеро не будет участвовать в этот раз в подготовке? Да, думаю, что особо нет. Может быть и будет, но как вы участвует? Если мы там 2-3 раза придем на спарринге, в зал, я не думаю, что можно сказать, что мы участвуем на подготовке. Да, по большому счету основное это спарринг-партнеры. То, чего не хватает именно ребятам в России. Это спарринг-партнеры достаточно высокого уровня. То есть мы с ним работаем, сотрудничаем. Но так сказать, чтобы он в какой-то непосредственном части принимал подготовки к предыдущему бою или к этому бою. Там было очень много самостоятельной работы в первую очередь. Безусловно, в каждом зале, куда мы ходили, ну это можно сказать и к Рафаэлю Кардеро, и к тому же Марку Муниусу, который нам тоже помогал, и Кристоф Сушинский, и другие залы, где именно шла работа на защиту от проходов, на подъем. И спартера, там тоже были свои тренера, то есть все вносили свою лепту, чтобы наши бойцы становились лучше. То есть мы стараемся из каждого зала, где мы присутствуем, черпать самое лучшее, да, то есть пользоваться всеми возможностями, как тренерскими, так и возможностями спарринг-партнера, так и техническими какими-то возможностями, для того, чтобы ребята продолжали прогрессировать так же успешно. Спасибо, надеемся, что так оно и будет. Вот если говорить о Шлеменко, дальше продолжить разговор, у него бой 17 сентября с Зельгом Галесичем. Что это за боец, и что вообще дальше для Саши? Расскажите, пожалуйста, немного о Гран-при, обо всем этом. Что касается самого Зельга, мы с ним лично познакомились на прошлой неделе, когда были с Сашей на съемках в Нью-Йорке, там вот Беллатер, станет СМТВ-2, привезли туда порядка 40 бойцов Беллатера, тех, кто будет принимать участие в ближайших турнирах. И там были такие очень высокого уровня съемки, презентации, там со стрипотектами и так далее. Там мы с Беллатером познакомились, очень такой спокойный, приятный, общительный парень. Что касается его как бойца, в первую очередь он известен своими выступлениями на тот момент европейском турнире Кейдж Рэйдж, а затем в Японии на джим. Он, несмотря на то, что боев у него меньше, чем у Саши, у него официально 10 побед, 5 поражений, он достаточно взрывной и резкий, и опасный ударник. Но и в парфере он тоже не теряется, он хорошо уходит со спины, у него коронка очень хорошо выходит на рычаг локтя, в положении снизу. Ну и в парфере он, в общем-то, ориентируется достаточно неплохо, скажем так. Вот, поэтому мы ждем, не только мы, да, на самом деле, если посчитать, и западные мировые форумы, и представители Беллатера и так далее, что все ждут очень яркого боя, потому что встретятся два классных ударника, и должно быть интересно. Вот, а что касается дальнейшего, не будем сейчас говорить заранее об исходе этого боя, но, в принципе, запланирован, это то, что я сказал до этого, 5 августа этот рюнир в Сочи, затем 17 сентября это первый этап, через финал Гран-3 Беллатер, затем, если все складывается нормально, это бои с Беллатой, полуфинал это октябрь, и финал это ноябрь, вот, если все нормально складывается. Вот, а затем уже будем строить дальнейшие планы исходя из ситуации. То есть пока у Саши запланирован...